Варвара была тихой работящей бабой. Она очень крепко верила в Бога, в его милосердие. Случившееся в семье она восприняла как неотвратимое наказание за то, что муж редко ходил в церковь и не оставлял в ней десятину от своих доходов. И она так и не поверила, что наказан он за политику, и выслан как шпион. Она не знала даже значения сего слова. Что это такое? Шпион-то? И на вопрос, за что сосланы, отвечала всегда одинаково. Перед Богом виноваты я, зато страдать теперь нам велено. Всего-то. Именно за эти слова как раз и колотил свою жену Шибзик, называя ее дремучей дурой. И ступой, огородной ты! Федька в числе первых сынных поселился в доме. Первым влез. Перезимовал в нем одну зиму и понял, что скоро в избушке станет и вовсе не впродых от тесноты-то. А он сразу это просек. И решил соорудить пристроечку, чтоб посвободнее жилось и дышалось в доме. Больше кислороду. А усольцам было не до его забот. В землянках оставались жить целые семьи. Их надо было переселять в дома. Тут не до удобств уже. О другом думали. Если тесно, строй сам. Именно так ему отвечали. Расширяй, увеличивай по своему желанию. Сам. Сам подумай. Но только собственными, своими силами. На чужую помощь даже не надейся. Угу. Не разевай, роток. Не понравилось ссыльным также и то, что Федька, которому дом ставили сообща, он не помогал строить дома другим. И даже обижался. Гундел на весь берег, что его семье ссыльные построили не дом, а конуру какую-то. В какой даже дышать негде. Да, трудно было Горбатому поставить пристройку. Трудно. Ну, не имел он мужицкого роста и силы. Ну, не было. Он был этим обделен и не мог даже бревна поднять, что бесило мужика ежечасно. И Шибзик мучился, пытаясь одолеть природные недостатки врожденной хитростью и смекалкой. Это у него имелось с лихвой. Это ему все же удалось. Удалось таки. Успех. Вместе с Варварой уже к осени он поставил таки трех стенок. Покрыл крышу рубероидом и до самых морозов, до снега утеплял сие строение. Обмазал его изнутри и снаружи, обнес заваленкой, засыпал, утеплил чердак, проконопатил все пазы, все дырдочки, обмазал, обклеил окна. И, побелив свое детище, ужасно им гордился. Аж светится! Теперь в избушке появилась горница. Дети спали уже не в повалку штабелями, как те бровно, как раньше, а всяк на своем топчане. Пусть и не были те топчаны, остроганы до бархатистости, зато спалось на них вольготно. Пусть не было в избушке горбатого красивых шкафов, сундуков, но имелось в доме прочные столы и скамеечки, угол, отгороженный для одежды, а также полки для белья. Все это имелось. Имелось своя, пусть и крошечная, кладовка для харчей. Был свой призрачный, убогий, но уют. Без какого не смогла бы прожить семья. Горбатом с материка чаще, чем другим, шли посылки из родной деревни. Их привозили на лодке иногда сразу по нескольку ящиков. Родня не забывала своих и высылала все необходимое этой семье. Может, потому меньше других нуждались горбатые в одежде и в обуви. Не жаловались на голод. Хотя никогда ни с кем ничем не делились. Не хвастались, что высылала им родня из дома. И даже самые младшие дети не выходили во двор с куском в руках, чтобы никто, не дай бог, не увидел. А Федька горбатый учил своих. Пусть вам не завидуют, пусть вас любят. Да. И дети слушались. Вы знаете, слушались его беспрекословно. Да и кому охота получать лишнюю затрешенную или пинок в зад? Шлепки и оплеухи. Слушались. Уж лучше сделать, как велит. Себе же спокойнее будет. Грызли сушеные яблоки, ели сало с чесноком малыши горбатого. Дома ели. В заперти. Из их дома всегда наносился запах жареного лука. Даже когда во всем у соли ни за какие поблажки невозможно было отыскать даже одну луковицу. У горбатых он никогда не переводился. Завсегда было. Но никогда не одолжила, никогда не поделилась ни с кем семья Федьки. Ни словом не обмылывался никто о содержимом посылок. Не угостили ни гостя, ни даже соседа. Варвара надежно прятала все продукты под замок. А потому не только ссыльные, но даже свои дети, они не могли поесть без ведома матери, ни единого кусочка не могли взять. Именно такой порядок в семье был заведен еще до ссылки в своей деревне, где Варьку считали редкой скупердяйкой, у которой среди зимы снега даже не одолжишь. Ты посмотри на нее, а? Да и какой ей быть иначе, если Федька только лишь тут, в усолье, мозги сыскал. Только тут ему вправили. А до того в своей деревне с родственниками случалось, пропивал все до копейки, все свои сбережения. Он даже не думал о завтрашнем дне. И не раз оставлял без куска хлеба ее и детей своих тоже. А вся родня над бабой только лишь посмеивалась. Не помогала, нет, не выручала ее. Твои очи, бачилы, за кого выходила. И все тут. И тогда, тогда Варька обозлилась. Она стала прятать деньги и продукты. Их завела множество заначников, схронов. На случай, если один из них раскроет Федька, в других останется на жизнь и ей, и детям тоже. Федька, натолкнувшись впервые на замки, ох, поколотил бабу. Ишь, че вздумала? Велелся их снять. Что жить открыто, без утайки, от родных. Жена впервые не уступила. Она заупрямилась, как тот баран. Она молча стерпела этот мордобой, но замки она так и не сняла. Но когда же Рубель и Кочерга сломались на ее спине, Федька устал. Но Варвара оказалась настырной и снова не уступила требованию мужа. Она стояла на своем. Ох, впертая! Горбатый побил прямо на ее голове все горшки, погнул даже ухват. Баба с неделю лежала с обмотанной головой, но замки эти она так и не сняла. «Эш ты! В кого-то копай шла, поехала!» И вот Федька после очередной неудачи пригрозил жене, женушке, что уйдет от нее. Но ей это не помогло. Баба только лишь усиленней стала пополнять заначки. Ага, как тот хомячок. Она прятала от мужика каждую копеечку на всякий случай. Горбатый понимал, что перестает быть главой семьи, хозяином положения, все. А? Инициативу на себя берет. Посмотри на нее. Слышь ты! А ему так не хотелось лишаться мнимого преимущества перед бабой. Ну, хотя бы в глазах родни. Хотя бы! Варька теперь не искала по домам загулявшего мужика. Нет, не искала. И родне не кланялась. Она стала хитрой, скрытной, прижимистой до неузнаваемости. Она уже не одаривала родню. Нет, все, закончились упражнения. Она никого никогда не приглашала к себе ни в будни, ни даже на праздники. И сама никому не ходила тоже, знаясь лишь со своим отцом и только лишь со своими братьями. Все. С ними она да, она жила душа в душу. И если бы не они, помогавшие Варьке в трудную минуту, погибла бы эта семья, распалась на раз-два. Варькины родственники не вступались за бабу, когда Федька колотил ее почем зря. Считали по-своему. Разбьет, значит, любит. Разберутся. И не трогали горба-то даже словом. Федька это все знал, усек это. И еще до женитьбы слыл первым озорняком в своей деревне. Он пил и дрался с настоящими рослыми крепкими мужиками, приставал к бабам, за что не раз получал коромыслом по спине. Он был назойливым и очень нахальным. Он добивался своего. Но у девок да, у девок он не пользовался успехом. Те не подпускали его к себе, презирали и открыто высмеивали. Ишь, сучок! Когда пытался ущипнуть какой-нибудь закрутой зад, он сразу же получал затрещину. Да такует, которая голова с неделю пивным котлом гудела. Варверу высватала ему мать. Матушка нашла в соседнем селе, что в двух километрах от Федькиного расположилась. Уговаривала девку ее родню цельный месяц уговаривала. Те согласились, но с условием, что молодые будут жить отдельно от всех в своем личном доме. И горластая Федькина родня за год отстроила ему дом от понахала, сыграла крикливую свадьбу, все как положено. И вот, впихнув молодых в дом, часто навещала их, проверяла, укоряя молодайку за долгую несговорчивость породниться с горбатыми. А Варька не хотела. Ну, не хотела она выходить за Федьку замуж. Что-то вообще такое? Она жрослая с громадной русой косой деваха на выданье. Была бы под стать и более видному парню, а не вот этому. Да сваты чо это не шли. Обходили дом стороною. А девка старела, дубела девчина. Ей некогда было ходить на посиделки и гулянье. Ну, некогда. Не плясала она в хороводах. Она не плела венков на купалу. Не ходила в лес на троицу. Не каталась на борзых тройках на Рождество. Она даже не колядовала вместе с девками в зимний мясоед. Не было у нее на это времени. В доме после смерти матери осталась она единственной хозяйкой. Все на ней. И на нее свалилось сразу все и сразу. И с утра до ночи она то в избе, то в хлеву, то в поле. Спать не ложилась, а сразу же валилась. И вскоре поняла, отчего так рано лишилась матери. братья братья вместе с отцом управлялись по хозяйству и ни минуты не сидели сложа руки. Им тоже приходилось нелегко. Может оттого о женитьбе думать было некогда, может и оттого, кто знает. Вспомнили о том, только лишь когда пришли сватать Варьку. Братья увидев Федьку, долго не хотели отдавать за него сестру. Уж больно заморный, да никудышный парень, сучочек. Ну разве гожен взять я? Ты посмотри на вот это. Но в Арке шел уже девятнадцатый год. И в своей деревне ее уже считали все перестарком. Девка и сама боялась остаться в старых девах. А потому хорошенько пообдумав все, взвесив, она согласилась. Ну уж лучше хоть какой-то муж, чем никакого. Ведь так? И под благословение отца обвенчалась нелюбимым постылым Федькой, понимавшим, что никогда не полюбит его жена, предпочтя в жизни с ним старые. Старые стерпица, стерпица, слюбица. А горбатый уже в первую ночь начал проявлять себя. И варьку, не желавшую никак идти с ним в постель, загнал в нее кулаками. Ты посмотри на нее. Девка от такого обхождения слезами всю ночь обливалась. Возненавидела мужика так стойко на всю жизнь и никогда до самой могилы так и не простила ему той, той самой первой ночи, того хамства и глумления над ней. Она и сама не знала, что способна так жестоко ненавидеть и мстить человеку. И если бы ни венчание в церкви, ни слово, данное перед Богом, Варька раздавила бы этого Федьку, как клопа, одним только пальцем, аж свиркнула бы. Но она знала писание, где говорится, жена да убоится мужа своего. Она не Федьки, она Бога боялась и терпела молча, она все стерпела и жила вот так, не любя, и рожала, не радуясь, моля только об одном, что не шибко затянулся ее век на земель жке. Да, Варьку в замужестве ничто не радовало. Да, ее нелегкая в девичестве жизнь она только лишь усложнилась, а подчас бывала вообще просто невыносимой. И если бы не дети, которых она рожала одного за другим, не вынесла бы баба всех мук и тягот, свалившихся на нее заледенелым сугробом. Частые роды, трудная доля, это все быстро, очень быстро превратили красавицу девку в изможденную усталую бабу, разучившуюся улыбаться и даже радоваться. Сдержанная на слова еще по молодости, она стала сейчас совсем замкнутой молчуньей. и даже родня удивлялась ей, увидев, что не заплакала, не запрочитала Варька, узнав об аресте Федьки и предстоящей ссылке. Она даже как ждала этого всего. Она молча посадила детей в воронок и молча влезла сама. перекрестилась и села. И за всю дорогу не пожалела, даже не посочувствовала мужу, не поругала его. Она не потеплела к нему сердцем, даже нарожав от него пятерых. Она видела его и не замечала. Пустое место. Она терпела побои, не зная и не видя от Федьки ничего другого. Считая, что иного просто не бывает, она думала, что так и должно быть. А любил ли он ее? Это Варьку не заботило. И вот когда горбатые приехали в усолье, баба написала письмо отцу и братьям, а через месяц получила от них сразу три посылки с салом, луком, чесноком, сушеными грибами и яблоками. И вскоре Федькина родня тоже, она тоже расщедрилась. Выслали одежду, обувь, ту, что в доме осталось, одеяло и простыни, даже подушки переслали. Писали горбатым обо всех новостях в селе. Варька по многу раз читала эти письма вечерами перед керосиновой лампой. Федька просил. Он очень любил послушать их, как ту самую добрую сказку. Когда же горбатые перезимовали первую зиму, Варька сама подбила мужа строить трехстеночку. На роликах тросом вместе с Федькой поднимала бревна на сруб. Помогала ошкуривать, уложить, забить в пазы и закрепить насмерть всякое бревно. На веки веков строим. Проверяли отвесом угол, вместе вставляли рамы, даже двери баба вставляла, настилала полы, выводила крышу, она везде помогала, как подсобник бегала. Федька временами даже вообще забывал, что строит он дом не с мужиком, а с женой, с женщиной, которая, шо не говори, по своей природе должна быть слабее его. Но если бы не варька, не стоял бы этот трех стенок. Баба вложила в него все свои силы и ни разу не пожаловалась на усталость, ни разу. «Когда нет уюта в душе, должен быть уют в доме». Она твердо в это верила. И Варька с Федькой старались, изо всех сил лезли вон. Если Федька делал заваленку, то баба обмазывала дом. Мужик навесил ставни на окна, баба выболела всю избу изнутри и снаружи. Выкопал Федька подвал. Баба возле дома деревья посадила. Ноздря в ноздрю шли. Мужик обнес дом забором. Жена сумела отхожку пристроить сзади дома. Да такую, что Федька ожахнул про себя. Федька окна обмазал, оклеил. А жена, жена чердак утеплила. И вот на следующий год решил горбатый в своем дворе колодец выкопать. Три недели ковырялся там, как той крот. Мерзлый грунт никак не поддавался. Жена помогала. И теперь у них единственных в усолье была во дворе своя вода. Ну, вот им не хотели давать корову. Ну, не хотели. За скупость хотели наказать. Хоть так наказать. Но не таков был шипсдик. Он выкричал, выругал, истребовал, он вырвал из горла. И как многодетный приволок домой за рога черно-пеструю телочку. точь-в-точь похожую на ту, из-за которой загремел в эту ссылку. Телушка оказалась смирной и вскоре благополучно отелившись поила семью молоком досыта. Телку выходив к осени горбатые отдали в другую семью, как и было оговорено. Федька в усоле ни с кем не мог сдружиться. но ни с кем. Не больше недели терпели его люди, а потом крепко наглухо закрывали перед ним дверь, сразу же давая понять, что дальнейшие его приходы сюда не просто нежелательны, а и опасны для него. И когда же Шипзик не захотел этого понять, и все же пришел Гусеву в дом, шаман молча развернул мужика за плечи, открыл перед ним дверь, и чтобы облегчить обратный путь, как даст хорошего пинка под задницу, аж полетел, вылетел. Федьке еще повезло, что он воткнулся носом в пузатый сугроб, не успевший заледенеть. С тех пор все, все, он все понял, и он уже больше не ходил ни к дому, ни туда, ни сюда, ни к этому. Сделался, как сам говорил, домоседом. В усулии Горбатый работал на пилораме, и если сначала над ним посмеивались старики, мол, куда этот недомерок приперся, а? То потом все поумолкли. Приглядевшись и немного освоившись, Федька смастерил тележку, подъемник для бровен. Своими руками смастерил. И теперь старики не надрывались, как недавно, ты понял? Бревна на распил подавались и подвозились без проблем, как по маслу. станок для сушки, обработки досок, электрорубанок, все это своими руками смастерил Горбатый. Даже для спила сучков и ошкуривания бровен придавал, он придумал некую машинку, которую называл парикмахером. А он как стригет. Ага, все удивлялись. «И откуда в этом огрыжке столько хитрости берется, а? Ты погляди, конструктор ты, ведь в рамоте же он не в зуб ногой, а в технике, о, ты посмотри, лучше инженера соображает», говорили Гусеву все старики. «Он действительно облегчил им жизнь, ни дать, ни взять». Федька сам провел в Усолье из поселка свет, электричество, и первым включил его, согрев малой толикой серую жизнь ссыльных. А его ругал волков за самовольство и грабеж государственных ресурсов энергии, грозился посадить его за то. Но Федька в ответ завопил так, что Михаил Иванович забыл даже, зачем приехал, срочно убрался в поселок. А вдогонку ему неслась такая брань, что закнутые уши председателя постсовета горели аж красными флажками. Он не рад был тому, что задел Горбатого. Действительно, такого только за день. И Федька показал Волкову на шо он способный. Горбатый всю душу отвел. А? Нехать знают наших. В другой раз, полазав по помойкам Октябрьского, привез в Усолье целую кучу каких-то железяк. И, сгрузив их в своем сарае, долго с ними там ковырялся. И вскоре он принес на пилораму первую бензопилу. И ею все Усолье пользовалось. Дрова пилили, да и на строительстве домов она стала незаменимой помощницей. Федька вскоре собрал еще одну пилу. Такую же. Но уже не отдал ее в общее пользование. Такая у себя заходится. У себя дома оставил. Мечтал из Горбатого еще с детства стать шофером. Шофером. чтоб самому грузовик водить. Но его неграмотного его даже слушать не стали. Собрать же машину самому было тут уже все. Тут уже никак. Не под силу. Да и деталей тоже не имелось ведь железяк. А мечта несмотря на возраст жила в этом мужике. Не давала покоя ни днем ни ночью тебе. Ему снилось. Федька теперь мог часами сидеть молча рядом с мужиками и что-то там себе обдумывать. И его не трогали. Они знали, что это опасно. Чаревато это все. Крику потом не оберешься. Угу. к тому же мысль задумку новую спугнуть тоже не хотели. О пришла мысля пришла мотивация музня пришла не чипай его все хай сидеть не чипай. А горбатый впрямь через несколько дней собрал ради ради приемник. Да. Как ради волны ловил сидел. Действительно ради и теперь гордо ходил подняв голову. Варвара работала как и все бабы. Ничем не выделялась. Делала то, что делали все. Никаким делом не пренебрегала. Не увиливала, не отказывалась. Но здесь в Усули когда уже был пристроен трехстенок Варька вроде как ровнее стала. Уже не ревела по ночам, зажав рот подушкой. Она свыклась. Когда же в сарае появилась корова, баба и вовсе ожила. И хотя смеяться она еще не стала, она уже гораздо меньше хмурилась и реже сетовала на свою судьбу. У Варьки с детства не было под рук. Ну, никогда не было. На них у нее всегда времени не хватало. В Усули и тем более не до того. Каждая минута здесь на счету без дела она никогда не сидела. На что Федька мужики тот не выдерживал иногда. «Да будет тебе колготиться угомонись снуешь как муха на глазах а ну присядь что же мельчиши что-то меня переведи дух ну сядь ты а ну присядь хоть на минуту ты себя хоть побереги ты но Варвара только отмахивалась некогда мол сидеть с пятерыми детьми об отдыхе не вспомнишь вставала Варька в пять утра и сразу же шла к своей корове потом печку топила завтрак готовила кормила детей и мужа и шла на работу ложилась спать почти в полночь Федька здесь в усолье даже жалеть Варьку стал ты посмотри ни сна ни отдыха не видит баба одно только лишь на уме работа работа забота и все без конца и все до упаду а где же она радость где где счастье человеческое может его и вовсе не бывает у людей или эта придумка как бездельников ну вот где вот где я эту радость видел в жизни шо это вообще такое да никогда не видел у Варкина такие мысли времени даже не было не стал Федька драться колотить ее и детей он бросил пить друзьями не обзавелся не из дома а все в дом тащит всякую копеечку бережет но разве это не просвет разве это не радость светлела лицом баба ни шарамыга ни кобель на других на одиночек не оглядывается он семью смотрит заботится чего еще нужно мирила себя баба с мужем зная что у других в семьях куда как хуже складывается а росли понемногу дети у горбатых четыре сына и старшая дочка Настенька ну вылитая мать Варька в нее как в зеркало своего детства глядела девчонке двенадцать лет а уже за все берется всему на ходу учится Варвару заменять в доме стала полы помоет стирку сделает в избе в сарае приберет корову почистит во дворе все везде подметет мальчишек накормит отмоет ничего не цурается у нее уже и на кухне свой порядок заведен ни одной грязной тарелки никогда не увидишь все помыто все сверкает все на своих местах стоит вязать научилась быстрее любой старухи девчонку эту все усолье все усолье полюбила все в каждом доме ей были рады со стариками или с детьми она всегда общий язык найдет никому не нагрубит никого и не обидит мальчишки правда хоть и послушные но любили пошалить а меня пошли шалопуи им бы все в прятки поиграть но он уже старший ванек всего 10 лет исполнилось а уже отцу помогает на пилораме как мужик полноценный а младшие тоже не остались без дела то на море за крабами до мидиями то за ягодой в лес плывун в дом тащат на зиму запасаются уж кто-кто они знают цену теплу его тут не купишь самому себя обеспечить надо никто не принесет в дом никто не обеспечит а тут надо в досталь на отца они не надеются они даже не ждут они сами как муравьи в мешках и охапками целыми днями как и заведенные а тут еще вздумал Федор ракушечником крышу покрыть и мальчишки и вовсе с ног сбились от моря к дому ни тропинку целую дорогу протоптали не только дом сарай ракушечником покрыли чтобы ни одна ни одна тебе капля дождя не промочила корову мальчишки ругатися он уже выбился из сил а потом как-то стерпелся завертелся понемногу и как-то что-то вообще привык в общем и сам даже удивлялся поругивался если варвара забывала запереть что-то на замочек что-то такое а приходи добери что-ли ну сколько раз говорит тебе подальше положишь поближе возьмешь он когда в заперти лежит оно же оно же расходуется бережнее не махом а с оглядочкой учил он свою жену присвоив ее заведенный порядок на свой уже счет а варвара не возражала лишь бы только не бил и хотя у солья не село на материке где родня мужа совала свой нос в каждый угол тут к ним никто не приходил не лез в кладовку в шкафы в погреб но заведенный однажды порядок не должен был нарушаться никем и никогда в этом монастыре федька гордился что его жена не в пример другим не просит нарядов нет она не требует сладостей ни с кем не ходит не сплетничает и не ходит по соседям не плентается тихо спокойно жила семья довольствуем с тем малым что могло им дать у солья и только лишь иногда федька пугался что вырастут дети обзаведутся семьями отделяться от него и совсем не о чем станет говорить им с Варварой где же жить тогда в старости а ведь душевного теплого разговора за всю жизнь между нами не было ну не получалось то ли тепла этого внутрях нету у нас то ли нет слов о том потолковатый задумывался иногда мужик Варвара замечала эти грустинки в глазах мужа замечала но всегда считала что тоскует он по деревне может по родственникам от которых если бы не ссылка то в жизни бы никогда и не отлепился от них и пил бы теперь и дрался да вот посмотри боженька вступился отрубил отродность от родной страны потеряв село и родню Федька стал относиться к жене действительно лучше он понял в чем смысл хотя в жизни он считался только лишь и только лишь самим собой и воспринимал полезное только и только для себя для себе мени жена и дети они в жизни необходимы всякому мужику но все же основное это все-таки мужик в доме хозяин ну вечерами особо когда дети засыпали Федька вздрагивал ну неужели так нелепо пройдет в усолье вся моя жизнь за что такое наказание ведь здесь кроме работы ни хрена не увидишь ты только заболей или сдохни никто не навестит тебя никто не придет никто не пожалеет не не оплачет даже не подумает схоронит как есть и в яму а на следующий день забудут что жил среди сильных вообще такой человек Федор горбатый родная жена и та наверное слезинки даже не портрет обрадуется что избавилась да и дети они мне всякую трепку припомнят не просят не не забудут варька уже собиралась ложиться спать поселковый дизелист уже давно заглушил двигатель погас свет в усолье а Федька все сидит да сидит перед свечечкой уставясь в огонь а не живое а греет и радует а родное все морду в сторону ворочат и почему же оно так нескладно в жизни получается спрашивал он сам себя о чем это ты там лопочешь или забыл что в жизни всегда все связано как аукается так и откликается на себя на себя с этой Федька даже удивился ты посмотри как много сказала ему Варька сейчас всю жизнь как есть выложила на ладони из нее за цельный год бывало столько слов не выжимешь а тут же соизволила ответила и не побоялась даже в морду получить ах осмелела баба шоу бы это аль присмотрела кого себе из новых ссыльных хотя никого путева среди них нету да никого да и Варька тоже не шлюха у меня с молоду за ней такого не водилася грешочка пусть не его Федьке она бога побоится да бога побоится а шо это тако шо это она осмелела так ты погляди в мужика пальцем тычет серчал горбатый но убить бабу да еще среди ночи он не рисковал и Варвара уже легла в постель и отвернулась к стеночке вот-вот уснет ты посмотри на него ты посмотри на него а мужику обидно стало другие бабы разве поворачиваются к мужику вот так задом а ты посмотри на нее а это иначе и не умеет с первого дня вот так жопой и все а ты ни разу даже морда не повернулась ни разу не обняла не прижала с кфедьки никогда за все годы даже не поцеловала его колода ты а не баба полена бессердешная а глянись на себя а че глядеть у меня все на месте сидит сидит злится мужик а мы слишком так и едут мои скакуны и он тоже взял и отвернулся от варки задом а ведь хотел ведь хотел поговорить с нею так куда там спать уже до самого утра на другой бог даже не шелохнется не повернется и федька вскоре и сам уснул а утром проснулся от крика от крика жены от ее плача младший сын никитка он лежал красный красный как тот буряк все тело у мальчишки горело жаром да проснись же ты никитка помирает не знаю что с ним и федька быстро выскочил из постели оделся велел жене сына собрать и ухватив мальчишку на руки заторопился в лодку заторопился варька бежала рядом размазывала слезы по щекам горбатый рысью проскочил пустой больничный двор заспанная нянька открыв дверь указала где спит дежурный врач тут услышав откуда больного привезли сразу потерял интерес к никитке и жестко ответил а это не мой участок идите к главврачу ты что ополаумел как заорет горбатый где я тебя главврача сыщу тут сын помирает помоги но врач уже ушел из кабинета даже не оглянувшись на мальчишку пить попросил никитка в кабинете воды не было и федька кинулся к нянечке та засуетилась и стала искать стакан или кружку пока нашла пока набрала воды мальчишка стал задыхаться вода не проходила в горло мальчонка не сумел ее проглотить она так и стала колом глаза у никитки полезли из орбит он силился продохнуть все лицо посинело варвара звала на помощь врача но тот ушел не для того чтобы вернуться федька орал орал на весь больничный коридор а когда вернулся в кабинет сына уже не стало горбатый стоял около кушетки сняв перед никиткой шапку что толку в словах ты хоть весь свет выбрани этим не вдохнуть жизнь в сына не вернуть ему звонкий смех а в усолье никто никто не удивился случившемуся это был седьмой ребенок который умер только лишь потому что не помогли ему выжить врачи не стали спасать ссыльного и вот когда никитку похоронили федьку вызвал из дома гусев ты избу теперь освежи нехай бабы ее помоют у никитки корь была а это болезнь заразная чтобы других наших не задел берегись слышишь и федька мигом перевел домашних в земляночку сразу же на время а сам вместе с бабами отмывал дом и носил воду но через два дня заболел димка федька гусеву среди ночи прибежал и заколотился в дверь отчаянно спаси христа ради умоляю спаси шаман выгнал всех из комнаты велел воды согреть и принести настой зверобоя банку воска и теплый мед варька перед иконой упала она молила бога спасти сына уберечь от смерти шаман не уходил от димки ни на минуту федька робко заглядывал в комнату через приоткрытую дверь виктор заметив его только головой качал поил мальчишку настоем зверобоя заставлял глотать мед шея димки обложенная воском была обмотана шерстяным платком ступни ног растерты керосином и обуты в шерстяные носки пей дружок лечись тебе это шибко надо сейчас ты будешь свободным ты доживешь уедешь жить в большой город а там много там много машин ты станешь шофером вместо отца станешь ему уже не везет он неграмотный а ты ты выучишься слышишь но может и не шофером ты врачом станешь так как я не хочу врачом они никитку убили и отвернулся димка шаман увидел это и сразу же перевел разговор на море обещал мальчишке взять его в бригаду рыбаком тот слушал молча ему было интересно гусев заставлял его говорить чутко прислушиваясь не осипли голос больше прежнего температуру стал снимать только лишь на третий день а через неделю димке стало легче он вышел из кризиса и уже вставал с постели ненадолго но выходить во двор ему запретили федька после смерти никиты резко сдал осунулся посидел заметив эти изменения подсел к нему как-то шаман и заговорил по душам твоего мальчонку с божьей помощью удалось спасти а вот своего меньшего я так и не сберег вроде лучше ему становилось успокоился спать начал без крику но кризис не перенес видать ненормальность его не только от нервов была и федька долго еще смотрел шаману вслед странный мужик гнал меня из дома а в беде ведь не бросил ведь сам пришел я одолел болезнь справился а и дурак же я не к врачам мне надо было тогда идти с никиткой к нему к нему бежать может и жил бы теперь сетовал горбатий на собственную нерешительность и федька теперь стал внимательным к своим детям следил чтобы не выскакивали во двор раздетыми кричал на них даже прикрикивал чтобы не пили холодную воду хотя понимал от всего не уберечь не углядеть да я тоже сразу же подумал почему он сразу не побежал к шаману вот мысль такая сразу была а ну вот чего он же ведь вообще ни с кем не общался и понимал что даже тут в усолье видимо поэтому он не пошел к нему гордость корона упадет да ну разве подождите а разве он не понимал что и там в больнице никто ему не поможет тоже вопрос ну вот так и вот интересное размышление и тоже не понял у шамана получается от кори свой самый меньший тоже погиб и коря то что ну это в общем мне просто как сказали в больнице получается у них он воду попил и все комом стало я думаю как раз так бывает вообще от воды ком встает поперхнешься чем-то там еда должна быть что-то твердое но не вода же ведь как от воды можно комом стать и все ну разве что не в то горло попало как у нас говорят у вас кстати так говорят и кстати ребята по поводу рубать вы мне все писали рубать вы говорите лес да рубать лес не рубите мужики не рубите как в той песне песни да это понятно что есть такое выражение у нас говорят вот рубать еще знаете как говорят рубать у нас говорят садись рубать ну типа кушать вот садись жрать подано садитесь жрать пожалуйста кушать подано Говорят, садись рубать Или когда что-то делаешь Работать, рубай давай У вас так говорят Интересно У вас тоже рубать лес можно У нас рубать это и дрова И колоть Я не слышал, что только говорили Такие интересные наблюдения И по поводу Шаровой молнии Очень интересно было обсуждение Вы такое писали Я узнал из ваших Что бабушка крикнула Сидела чистила картошку на кухне И молния зашла Та крикнула и видать Она вдохнула в себя И крикнула И вот это когда вдохнула Поток воздуха пошел И тоже я смотрел видосики А там оно со звуком Шипит Не знаю ли это настоящий его звук Но вы все говорите Что это беззвучно оно приходит И вы мне писали Что даже Оно проплавливает Стекла Вот так через окно Может проплавить дырку И заплыть Вот это удивительно Также вы писали Что дырку в стенке Сделала Через стенку Прошло В квартиру Или в дом В дом больше всего Что в хату И кто-то из вас писал Что прям вот Дырка была такая Круглая И видели Вы говорите Я видел как заделывали Эту дырку круглую Заделывали Вот это удивительно Я такой информации Не знал И как она может Так Пройти через стену Чтобы не загорелся дом Прожечь В середине Конечно там дерево Обычно мазанка Или что там Ну дерево Деревянные хаты Ну такие интересные наблюдения И тоже вы писали Что оно почему-то К железному притягивается Может как раз Потому в нашем рассказе Ножницы он взял И выкинул И оно за ножницами полетело То есть вот такая Как говорится Доля правды Но тоже смотрите Когда он брал ножницы Это уже движение Правильно Это уже ветер Уже опасно Правильно Она уже могла взорваться То есть Мне кажется Не стоит вообще дрыхаться Когда такое видишь Ничего не надо брать Ничего не надо это Просто стой Не дыши Сколько можешь Жопой дыши Не знаю чем хочешь дыши Ну вообще не дыши Ушами Любыми дырками дыши Ну вот так И часто вы говорили Что тоже Зашло Например в одно окно Вышло в другое Ну вот по сквозняку Вот такие интересные наблюдения На сегодня ребята у нас Пишите ваши комментарии Я их читаю Мне интересно Ну и не забывайте Ставить ваше спасибо Вначале нажимайте В конце проверяйте Чтоб все стояло Как положено А на сегодня что А на сегодня все Покедова Услышимся уже завтра Пишите кометы Вот так вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому